Отшумели праздники, отзвенели бокалы, от пищали, отзвенели салюты, настало время святок. И до Крещения, до 19 января наступил период покоя. Когда каждый человек должен задуматься о своей жизни, наметить себе очень важные для него дела, ну и отдохнуть как следует от еды, от шума и гамма. Зима в Германии кончилась, но весна не наступила. Вот такое вводит между зимой и весной. Слякотно, серо, сыро и холодно. На улице плюс 2 градуса. Здравствуйте, 69 тысяч подписчиков на канале Север, это моя судьба. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала. Праздники миновали, и нам пора подумать о житейском. И сегодня я хочу вам рассказать и показать, какие же томаты я подобрала для посадки в этом году. В январе сеять томаты и в феврале, еще рано, начало марта, это самый ранний срок. Но есть такие томаты, которые очень долго сидят в рассаде, растут медленно, развиваются медленно. Их можно посеять и в феврале. Кроме этого, я посею жгучий перец или острый перец и паприкон, сладкий болгарский перец. В прошлом году высеивала впервые болгарский перец за все время вегетации или за все время огородничества здесь, в нашем доме. Но в этом году я решила все-таки, что я буду сеять сладкий перец, потому что он в 10 раз вкуснее покупного. Я отобрала уже семена для пассива, но у меня всегда проблема. И проблема в том, что у меня не хватает площади для высадки томатов. Но я все-таки хочу в этом году посадить вот эти семена, которые называются Риолу и Бриду. Эта семена привезла мне из Италии. Насколько я понимаю. В общем, у меня Италия и Испания всегда в голове путаются, потому что не знаю, где она была. Не помню, в Италии или в Испании. Эти помидоры прибыли оттуда. Кроме этого, я хочу посадить впервые минусинский медведь. Минусинский улучшенный отбор. Медвежья лапа. Розовый мед. Это семена, которые прибыли ко мне в прошлом году, в 23-м году. И посеять я их уже не успела. Кроме этого, я купила вот такой крупный воловец сердца, полосатая. У меня уже давно растет полосатый помидор, который называется «Загадка природы». И я решил попробовать вот этот. Ну и, конечно, на фольге «Зортофон Аурея». Томат, который меня поразил своей жизнеспособностью. И я опять его снова буду высеивать. Несмотря что здесь всего 5 семянок. И я отдала за этот пакет 5 уэра. Каждая семечка стоит 1 евро. Вот так. Это мои крупноплодные. Кроме этого, обязательно я посею «Загадку природы». И обязательно посею еще «Бычье сердце». Это крупноплодные. Теперь для засолки я посею «Легенда тарасинка». Где она у меня, легенда моя? Вот она, легенда тарасинка. Интересная форма томатов. Вообще, тарасинка – это помидоры, которые я искала всю жизнь. Вот. Особенно вот юбилейный тарасинка. У меня был тарасинка. Такая форма сливы. Я высаживала до барала. Я высаживала тарасинка для засолки еще в Казахстане. А вот юбилейный тарасинка отличался тем, что у него очень большая кисть. И я хочу все-таки попробовать юбилейный тарасинка, потому что уже около 30 лет у меня есть такое желание. Почему бы не осуществить его? Вот. Кроме этого, у меня есть товар «Джек-пот» от фермы «Партнер». Очень рекламируемый везде. Обязательно посею. Засолочный. Кроме этого, мамонтенок. Прогремел в прошлом году очень сильно. Вот. Ну, насколько я читала отзывы, что результат бывает различный. Посмотрим и мы, какой же будет у нас результат. Комат «Соседская зависть» привлек меня своим названием. Раз называется «Соседская зависть», манит и ласкает взгляд изумительный каскад. Из кристо-красных плодов. Соседям на зависть. Уральский дачник. Ну, мои соседи завидовать не будут. Но я хочу это увидеть. Как-то так, мои хорошие. Кроме «Соседской зависти» хочу попробовать семена томата «Чудо-лентяя». И пир на весь мир. Пир на весь мир искала уже тоже несколько лет. И это я отношу к засолочным. Вот. Кроме этого, у меня есть еще малыши. А вот еще томат «Дрова». Кто-то писал мне, что не особенно. Ну, посмотрим, попробуем. Леденец розовый, коричневый. Вот. Ну, и я собираюсь еще все эти малыши. Вот ожерелье. Желтый и красный. Чио-чио-сам. Комнатный сюрприз. Балконный, красный, ампельный томат. Купила сама. Вы знаете, я люблю садить в горшки вот этот томат для горшков. Я еще ищу семена ампельных помидор. Купила опять «Илди». В прошлом году, в 23-м, он меня не впечатлил, как и всех. Но год до этого я получил очень хороший результат. В одной кисти у меня было до 400 штук. Я это считал сам. И вот еще семена, которые стоят под вопросом. Буду я их садить или нет, я не знаю. Вот есть король ранних. Тоже очень хочется попробовать. В этом году обязательно посею суперкуршу. Посею монгольский карлик. Причем монгольский карлик посею несколько. Обычно сажу два растения одного сорта. Но монгольскому карлику я дам возможность подоносить и посею ну, до пяти штук точно. Потому что он меня впечатлил своей урожайностью. С одного маленького куста я собирала до 40 помидор средней величины. Тем более, что на него напала фитофтора. В этом году я буду немножко осторожнее. и все помидоры сядут под крышу. Кроме того, что я вам показала, фляшем посею обязательно, Анжела посею обязательно, поцелуги ранее, тройка, Санька и Дина. Это томаты, которые я ссадила в этом году. В общем, из 25 сортов я отобрала 11, которые я обязательно постараюсь высадить. Я заказала еще семена Йотина мать и Метелица. Это тоже круглые, засолочные, очень урожайные томаты. Невысокие. Если семена успеют ко мне прийти до высадки, то они тоже будут высажены. и Малыши, Божья коровка и Метелица, и Пиноккио. Вот эти 4 томата тоже будут испробованы на моем огороде. Если у меня не хватит места, у меня есть замечательные друзья, которые с удовольствием тоже выращивают томаты. Кое-что будут испытывать если у меня не хватит места, так как в этом году было уже такое. Ну вот, друзья, такие планы у меня на высадку томатов в этом году. Хочется, конечно, охватить все необъятное и неохватное, но есть границы. Но есть желание, есть настроение, есть уже люди, которые приходят и спрашивают, и не только среди наших, а немцы. В прошлом году да, почти все мои коллеги получили Анжела и получили даже клиенты, какие-то близкие, знакомые моих коллег приходили и спрашивали, есть ли у меня еще рассада на продажу. и я ну в общем они уже приходят и спрашивают, нужно так сказать. Я поделилась рассадой, поделилась тем, что у меня осталось вот за невысокую плату и у меня уже клиентов в феврале составляют список на рассаду. В первую очередь мои близкие родственники, мои две сношельницы, жена двоюродного брата моего мужа получит или как говорится двоюродный брат со своей семьей получит у меня тоже рассаду томатов. Может быть уговорю и третью сношельницу, у нее есть балкон, может и она посеет или возьмет у меня два на воспитание томатика. Ну вот как-то так. Очень мелкие мультифлору такие как Мириан и Михаил Каец. Михаил Каец он не очень мелкий. У меня просто для него места не хватит. Илди по всей обязательно. Илди это мой фаворит. Ну и буду испытывать конечно буду испытывать новые сорта и выбирать из них самые лучшие. Ну вот как-то так. Постараюсь собрать побольше семян. Если даст Бог, может быть поделюсь семенами и с вами. Если у вас есть любимые сорта и обязательно с характеристикой рост куста плодов сколько на ней вес приблизительно вкус меня это все тоже интересует. Поделитесь пожалуйста со мной в комментариях своим опытом выращивая томатов. Напишите ваши самые любимые сорта. И если если я посчитаю что они мне нравятся то мы поговорим об этом дальше. Возможно я у вас их куплю но на тех же условиях как и я продаю. Как-то так мои хорошие. Ну вот так планы на будущее. Сеять буду в начале марта в конце февраля. Покажу обязательно. и еще хочу сказать девочки я ищу семена томатов том ред москотка и кориан шахемберы. Пока еще в интернете не заказывала стараюсь так найти в продаже но хочу сказать что если у вас есть эти сорта напишите в комментариях это ампельные помидоры те которые выращиваются в горшках том ред москотка и кориан шахембера вот три сорта которые я бы хотела еще иметь ну пришло время снова попрощаться с вами мои хорошие я прощаюсь с вами до завтра до завтра до новых волнующих встреч на моем канале будьте 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 счастливы будьте жизнерадостны веселы пусть вам нравится жить и пусть ваша жизнь будет интересной найдите для себя интересное дело не забывайте о том что я жду вас каждый день на моем канале и для поддержки канала обязательно поставьте лайк я очень благодарна вам за ваши замечательные комментарии до новых волнующих встреч всем пока пока